Китайские официальные лица в Восточном Туркестане провели пресс-конференцию, посвященную вопросам прав человека. Сюгюсян, представитель местного правительства Синьцзянь Уйгурского автономного района, заявил, что Соединенные Штаты очерняют китайские компании, которые внесли свой вклад в развитие информационных технологий Восточного Туркестана. 15 декабря Министерство торговли США внесло в черный список 36 китайских технологических компаний, в том числе базирующихся в Тяньцзине. США обвинили компанию в нарушениях прав человека, объяснив это тем, что компания подвергала этнические меньшинства, такие как уйгуры, казахи, репрессиям, массовым задержаниям и слежке с использованием передовых технологий. Октябрь, ноябрь и декабрь оказались ниже порога роста. Об этом говорят предварительные данные об экономической активности в производственном и непроизводственном секторах Китая. Согласно информации от Национального статистического управления Китая, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности снизился на 1 пункт до 47 пунктов по сравнению с прошлым месяцем. А индекс деловой активности в непроизводственной сфере снизился на 5,1 пункта до 41,6 пункта. Всемирная организация здравоохранения заявила, что официальному Китаю следует делиться большим количеством данных о коронавирусе в режиме реального времени, поскольку число случаев заболевания в стране растет. ВОЗ сообщила, что также запросила у Пекина информацию о показателях вакцинации. Организация сообщила, что готова помочь Китаю. В частности, они могут оказать поддержку в борьбе со скептицизмом в отношении вакцин. Южная Корея и Япония сообщили, что Северная Корея провела испытания баллистических ракет в первые часы 2023 года. Баллистическая ракета, запущенная в направлении Японского моря, упала в воду после прохождения 400 км в воздухе. Правительство Канады объявило, что пассажиры, прибывающие в страну с самолетами из Китая, Гонконга и Макао, будут повторно протестированы на коронавирус. Сообщается, что число стран, запрашивающих тестирование на COVID-19 у пассажиров, прибывающих из Китая, увеличилось до 11. Субтитры создавал DimaTorzok